В 2024 году Архангельск отметит 440 лет со дня своего основания. Под крылом небесного покровителя Архангела Михаила строили и созидали город на Двине, сделав его процветающей столицей Поморья. Знаем ли мы имена и события? Знакомы ли нам страницы летописи нашего удивительного города? Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с обзором книг для детей о городе Архангельском, которые помогут заинтересовать подрастающее поколение историей своей малой родины. Чем прославился Архангельск? Маленьким читателям поможет понять книга Елены Максимовой «Архангельск». В очень доступной форме автор рассказывает детям об основных исторических событиях, что предшествовало появлению города, как он был основан, чем занимались местные жители, а также о создании первой судоверфи на Водвинской крепости и воротах в Арктику. Елена Максимова рассказывает юным читателям о новогоднем фейерверке, запущенном лично Петром I в Архангельске в сентябре 1963 года, и о том, как позднее Михаил Ломоносов создал для Елизаветы Петровны фейерверк под названием «Зеленые звезды». Елена Максимова пишет «Мне хотелось показать ребятам, насколько история нашего города интересна, насколько она взаимосвязана со многими российскими событиями». Красочные иллюстрации художницы Анны Михайловой помогут ребенку лучше понять смысл прочитанного и пополнить словарный запас. Отметим, что книга «Архангельск» впервые была издана в 2014 году. Второе издание стало возможным благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Книжная область». Книга Михаила Константиновича Попова «Приключения на Двине» рассчитана на дошкольников и младших школьников и предназначена для семейного чтения. Приключения происходят с двумя кукольными персонажами – розовым пупсиком Петяшей, который волею судьбы стал юнгой, и глиняным человечком Федоткой. Во время их совместного плавания юные читатели узнают об акватории Северной Двины, обитателях Белого моря, о портовом городе Архангельске и его окрестностях, об исторических названиях архангельских мест, познакомятся с флотскими терминами и получат навыки вязания морских узлов. А также дети узнают, что такое настоящая дружба, взаимовыручка и плечо верного товарища. Книгу Елены Антроповой «Северный клубок» анонсируют как веселый учебник для детей младшего и среднего школьного возраста по истории Архангельска и Архангельской области. Повествование идет от лица двух мальчиков – Непоседы и Любознайки, которые однажды пришли в гости к бабушке-беседушке и попросили рассказать про край наш Северный, про море белое и город Архангельский. Собралась она им сказку сказывать, варежки довязывать, достала волшебный клубок из нитки Всезнайки, ну-ка догоняйки, только за спицы, а клубок со стола скок, побежал по полу и за порог. Клубок изловчился, прыг-скок и в книгу закатился, а с ним и ребята не думали, не гадали, а в книгу попали. В конце каждой главы автор задает вопросы по чемучке, а в конце предлагает шпаргалушки с датами для лучшего усвоения материала и рекомендательный список литературы. Зайцева Тамара Вячеславовна, заслуженный учитель Российской Федерации, автор цикла школьных образовательных курсов по этно-культурному краеведению, создала книги и для маленьких читателей. Открыв книгу «Поморская азбука», написанную в традиционной детской форме путешествия по буквам алфавита, дети получат первоначальные знания о родном крае, его географии, природе, истории, культуре, этнографии, о духовных традициях поморов. Дети узнают, кто здесь живет и что здесь растет, какие рыбы и звери водятся и какие обычаи соблюдаются, как прадеды наши жили и что в наследство нам оставили. Для детей постарше Тамара Вячеславовна издала пособие «Город, хранимый ангелом», которая поможет нам совершить виртуальное путешествие через пелену поморских веков от монастырской слободки на Пурнаволоке к Архангельску XXI века. В содержании использованы труды архангельских ученых, краеведов, священнослужителей, журналистов. В обрамлении ярких фотографий и рисунков здесь нам встретятся географические и исторические справки, записки путешественников, высказывания великих людей, уточняющие комментарии автора. Школьников, безусловно, заинтересует, какую тайну хранит Новодвинская крепость, кто были наши первые жители, кто из великих князей и княгинь приезжали в наш город, что такое древле хранилище и многое-многое другое. От Пскова до Архангельска – это тысячи километров по прямой через холмы, реки и озера, а еще это новая книга в серии увлекательных путеводителей для любознательных детей и увлеченных родителей. Здесь описаны самые интересные места северо-запада России – Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские горы, Великий Новгород, Вологда, Великий Устюг, Архангельск, Каргополь и даже Соловки. Только самые таинственные легенды, важные события, интересные факты и захватывающие прогулки. Добравшись до главы про Архангельск, вы найдете рекомендации – сравнить Архангельские белые ночи с петербургскими, поздороваться за руку со Степаном Писаховым, прогуляться по Чумбаровке и обязательно попробовать Северную Козулю. В этой главе также описаны знаменитые достопримечательности – гостиные дворы, малые карелы, упоминаются и памятники, Писахову и памятный знак в честь основания Архангельска. Рассказывается о самом старом пассажирском судне в России – пароходе «Гоголь» и Архангельском порте. А также автор предлагает поговорить на Поморской Говоре и узнать, что такое оплеуха, малеца и бахилы. Яркие фотографии, веселые игры, судовой журнал точно привлекут внимание маленьких путешественников. О нашем суровом северном крае написано книг немало. Мы также предлагаем познакомиться со следующими изданиями.